Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия на мерные работы по повышению качества жизни на территории городского округа в прошлом году мы занимали по итогам 2017 года занимали 7 место в 2016 это было 11 место в этом году мы вошли в пятерку лучших муниципальных образований московской области это было отмечено губернатора московской области все это было сделано благодаря в том числе работе по созданию новых рабочих мест по серьезному прорыву в здравоохранении в экологии городского округа те работы которые еще не завершены уверен что в следующем году мы продолжим расти конечно конкуренция растет и другие муниципалитеты активно работают участвует в государственных региональных программах но у нас достаточно молодая амбициозная команда я думаю что в следующем году постараемся показать результаты еще лучше создавая на территории новые социальные объекты новые предприятия в густраве территории нашего города здоровая конкуренция это всегда хорошо для нас для обычных людей получаем и выбор и качество соответственно давайте вот про точки роста безусловно сейчас такая глобальная задача поставленная президентом мы должны увеличивать наш ввп экономика должна расти мы должны зарабатывать вы как раз именно если говорить об этой программе отдельно то вы заняли первое место соответственно ваши точки роста это какие да вы знаете отдельная тема которой сегодня занимается губернатор на ту задачу которая ставит перед нами это конечно привлечение дополнительных инвестиций на территорию создание новых рабочих мест в частности для балашихи это тема действительно болезненная город из-за специфического развития в течение последних наверное нескольких десятилетий очень активного жилищного строительства произошла действительно диспропорция в развитии города построено большое количество жилья было к сожалению недостаток есть социальной социальной инфраструктуры и в том числе недостаток рабочих мест мы примерно оцениваем что где-то порядка ста тысяч человек ежедневно уезжает с территории нашего городского округа работать на территорию на преимущественно городского города москвы и соответственно для нас одна из главных задач это конечно развивать существующие предприятия несмотря на это сегодня экономика городского округа показывает хорошую динамику роста нам удалось привлечь в этом году порядка 30 миллиардов рублей инвестиций это на создание новых предприятий это развитие технопарков которые сегодня у нас создаются на территории города в том числе на технопарк в сабалихе пуршево это создание новых крупных предприятий в том числе в этом году у нас реализован проект по строительству большого гипермаркета глобус это около тысячи рабочих мест это порядка пяти миллиардов рублей инвестиций но отдельно мы понимаем что необходимо искать эти новые подходы которые позволят учесть специфику каждого муниципалитета это задача которую ставил губернатором в прошлом обращении в начале 2018 года и губернатор поставил задачу найти вот эти так называемые точки роста на территории учесть специфику каждой территории и обеспечить действительно кратный экономический рост практически все муниципальные образования московской области в начале 2018 года подали заявки на участие в конкурсном отборе было отобрано 10 команд на в том числе и команда балашихи и реутова почему мы шли вместе одной командой потому что на города исторически скажем так являются такими родственными в разное время и реутов входил балашихинский район и на сегодняшний день у нас действительно очень много общего с точки зрения развития территории и поэтому мы приняли участие вошли в эти десять команд которые были отобраны в течение полугода мы проходили обучение в бизнес школе школе сколково команды на муниципалитетов обязательным участием за обязательно было участие глав муниципалитетов и ежемесячно защищали проект перед экспертным сообществом перед руководством московской области и вот по итогам этого обучения полугодового выработали на проект главной задачей которого является реновация на старых промышленных площадок всего мы оцениваем что у нас по территории на балашихи где-то порядка на полутора миллионов квадратных метров это старые промышленные площадки которые в советское время и на может быть в более позднее даже использовались под производство но сейчас из-за на реорганизации производства из-за повышения производительности рабочих мест уже не используются но при этом есть эти площадки они находятся в разной собственности где-то федеральная собственность где-то на это в собственности частных лиц крупных корпораций и сегодня мы понимаем что эти промышленные площадки расположены на границе с различными же нашими жилыми массивами с рекреационными зонами их необходимо к ним необходим новый подход мы понимаем что на территорию этих промышленных площадок вряд ли придут крупные производители которые создают крупные производства как допустим завод mercedes в солнечногорске но мы также понимаем что на сегодняшний день есть спрос на создание на так называемых предприятий light industry тем которым необходимы на небольшие производственные площадки небольшие офисы под на организацию вот таких предприятий поэтому на сегодняшний день мы движемся в этом направлении первой точкой которую мы начали уже реализовывать в этом году является на балашихинская хлопкопредельная фабрика это по сути историческое предприятие центр балашихи резидентов уже много пришло года мы на сегодняшний день вот мы буквально только в декабре открыли эту площадку она на самом деле используется там достаточно высокий коэффициент с данных площадей в аренду но используется неэффективно поэтому мы хотим на суть программ это в чем в том что мы раскрываем эту территорию обеспечиваем доступ туда людей мы со своей стороны обеспечиваем изменения транспортных потоковым обеспечиваем удобную логистику обеспечиваем удобный доступ туда жители нашего города в частности на фабрике планируем создать такой общественно деловой центр в центре нашего города и соответственно для того чтобы привлекать туда уже и в том числе и новых ресторатов и новых различные современные высокотехнологичные предприятия планируем что по итогам реализации проекта вот только по этой точке роста будет создано около около полутора тысяч новых рабочих мест президенты уже пришли первые ласточки какие-то есть может быть потенциальные которые вот заявляют уже мы готовы прийти нас устраивает ваши условия нам нравится ваш бизнес-план но вот в частности могу сказать что них и не хочу называть конкретно крупные два московских ресторатора уже на сегодняшний день рассматривают хлопопредельную фабрику нашу для того чтобы размещать здесь достаточно реализовывать достаточно интересные проекты на по сути она станет узнать как вот как флакон или винзавод в москве это вот такая на модная площадка но не хочу пока назвать пока не подписаны документы пока они не переехали я думаю что на жители нашего города смогут сами в следующем году убедиться на и увидеть те перемены которые произошли с этой территории одно из важных тоже направлений отойдем уже собственно точек роста от экономики но безусловно для того чтобы экономика деньги идут до экономика если работает растет соответственно бюджет пополняется учитывая что бюджет у нас и страны и области в общем-то вашего тоже городского округа он имеет социальную направленность одна из важных статей куда идут потом эти деньги это медицина балашиха это такая основная площадка создания онкокластера в области год тоже был очень важный в этом направлении да вы знаете для нас тема здравоохранения для балашихи в 2018 году вообще стала такой наверное прорывной темой я вот до онкокластера хотел бы сказать в целом результатах работы отрасли действительно на долгое время к сожалению мы имели и ситуацию когда поликлиники и стационары находились ну мягко говоря в не очень потребном состоянии благодаря программе губернатора реализации программы по капитальному ремонту нам удалось добиться того что на сегодняшний день на более 70 процентов всех существующих стационаров являются отремонтированными не требуют капитального ремонта но помимо ремонта существующих подразделений здравоохранения благодаря поддержке губернатора мы строим новые объекты которые сегодня действительно не нужны на территории балашихи и вот вы только вдумайтесь в эти цифры мы в этом году открыли пять новых поликлиник это детская взрослая поликлиника в микрорайоне на дзержинский это новая поликлиника в микрорайоне авиаторов на 3 тк огромное медицинское учреждение восьмиэтажное где находится и детское отделение и женской консультации взрослая поликлиническое отделение на суда переехала вторая поликлиника которая до этого 150 лет располагалась в старом фабричном здании на это здание здание с гнилыми стенами потолками с протекающими протекающими коммуникации на сегодняшний день она переехала вот буквально на в сентябре месяце губернатор посещал этот объект на в новое современное здание мы буквально на днях открываем новую поликлинику в микрорайоне гагарина это на тоже шестиэтажное здание где располагаю будет располагаться помимо четвертой поликлинике еще консультативный диагностический центр с мрт с кт который по сути на всю северную часть там центральной часть балашихи будет работать с точки зрения именно получения бесплатной возможности проводить те или иные исследования мы капитально отремонтировали бывшее здание штаба противовоздушной обороны который располагается в одном из наших военных городков микрорайоне заря на под поликлинику на 200 посещений смену тоже объект который очень ждали жители нашего города таким образом как я уже сказал пять новых объектов здравоохранения только по итогам этого года появилась в балашихи говоря о дальнейшем развитии медицины городского округа мы понимаем что помимо развития и строительства на поликлинических объектов на конечно развивать именно и стационарную сеть сегодня благодаря поддержке губернатора принято решение ну действительно наверное такое судьбоносное для балашихи мы буквально в прошлом году снесли старое здание госпиталя кгб это такое на здание которое стояло посреди микро района железнодорожной микрорайоне ольгина на где с 90-х годов она была заброшена на это такой бетонный остов многоэтажный легендарное место куда приезжали в том числе и любители экстремальных различных времяпрепровождений значит нам удалось найти инвестора снести это здание полностью освободить площадку около 15 гектар и губернатор поддержал нас есть на сегодняшний день принято решение на этой площадке будет построена новая больница тысячник это на практически около ста тысяч квадратных метров площадей это огромная больница который будет обслуживать все на всю нашу балашиху и второе направление конечно это развитие московского областного онкологического диспансера это соответственно во первых уже те работы которые были проведены построен новый хирургический корпус и строительство еще одного хирургического комплекса с консультативным диагностическим центром проектирование которого сейчас уже началось но я хочу напомнить нашим радиослушателям что в эфире радио 1 для вас работает открытая студия у нас гостя глава городского округа балашиха сергей юров для вас работает ведущая татьяна исакова ну давайте продолжим обсуждать тему здравоохранения теперь конка пластеров перейдем да как я уже сказал у нас на территории городского округа находится областной онкологический диспансер буквально чуть более года назад здесь был построен новый хирургический корпус на в этом году мы открыли за счет привлечения инвестиций работы с на инвестором радиологический центр так называемый значит с объем инвестиций порядка двух с половиной миллиардов рублей это частные инвестиции не государственные но на сегодняшний день жители московской области в том числе нашего городского округа могут здесь получать на услуги по по маэс по обязательному медицинскому страхованию и сейчас губернатором принято решение по дальнейшему развитию этого объекта на там все еще располагаются старые корпуса это старая хирургия это старые так называемые каньоны вот на сегодняшний день началось проектирование нового хирургического корпуса с консультативно-диагностическим центром на вместе с правительством московской области с министерством здравоохранения мы привлекаем самых передовых архитекторов самых передовых проектировщиков этой компании на филипс и другие компании которые занимаются поставками оборудования это шведские и корейские специалисты которые занимаются развитием подобных центров по всему миру с врачами помогают да действительно конечно это одна из важнейших тем сегодня об этом говорит и губернатор это привлечение врачей слава богу сегодня реализуется и социальная ипотека выделяем наше муниципальное жилье на сегодняшний день острые проблемы по врачам нет есть конечно и возникают постоянно люди приходят к нам работают на территории города потом может быть переходят работать в москву мы привлекаем новых специалистов работаем с регионами переезжают даже в том числе семьями вот в том числе в онкологический диспансер переехала семья муж доктор наук сейчас возглавляет урологическое отделение жена тоже работает у нас в онкодиспансере то есть такая потомственная семья врачей которая работа сегодня у нас на территории балашихи 1 января область вся страна вступает новый период начинается такая мусорная реформ важная часть мусорной реформы мы будем жить по-новому в условиях раздельного сбора мусора ваш городской округ уже готов да вы знаете тема мусора тема мусора для балашихи составлены это вообще тема отдельная она на протяжении на на 17 18 года на балашиха звучала на всю страну благодаря нашему полигону даже не полигону а свалки которая долго время располагалась на территории городского округа это т.б. кучина полигон т.б. кучина благодаря поддержке президента губернатора полигон закрыт выделено колоссальные средства на рекультивацию полигона на сегодня рекультивация идет в штатном режиме идет формирование на склонов полигона идет расширение системы дегазации строительство системы утилизации на фильтрата мы планируем что в апреле следующего года мы закончим формирование склонов полигон перестанет беспокоить жители близлежащих микрорайонов и в целом полностью процесс рекультивации будет закончен на ориентировочно где-то к концу следующего года может быть даже раньше потому что подрядчики сегодня показывают достаточно высокие темпы на строительство и таким образом по сути на месте бывшего полигона появится такой большой курган который на котором будет проводиться сжигание газа утилизация фильтрата и он никак не будет воздействовать на экологию нашего города конечно тема экологии продолжая и тема мусора это сегодня это сортировка сегодня более 70 процентов площадок которые у нас находятся на территории городского округа уже оборудованы подраздели сбор мусора буквально оставшиеся вот мы заканчиваем на днях и с 1 января в месяце всей московской области переходим на стопроцентный раздельный сбор мусора конечно на этом работа не останавливается впереди большая разъяснительная работа с населением кто-то готов к этому кто-то пока находит какие-то причины почему этим не занимать не заниматься но сегодня мы активно работаем с со школами проводим уроки думаю что наверное подрастающее поколение на одно из первых воспримет эту инициативу и возьмет на себя наверное основную работу по раздельному сбору мусора тема раздельного сбора мусора она так неразрывно связана с темой благоустройства здесь тоже вот вот вас можно отметить у вас лучшие парк в области пихорка хорошо его реконструировали будете же продолжать наверняка тоже стратегическая задача поставлена на федеральном уровне людям нужно дать красивую хорошую достойную жизнь да вы знаете конечно тема экологии не заканчивается только мусором это и благоустройство городской территории это на реабилитация наших водных объектов в этом году мы заканчиваем реабилитацию главной водной артерии реки пихорка по сути это два года плодотворной работы которая проводилась на территории по очистке русла реки по очистки и от крупногабаритного мусора изымался большой объем на донных отложений которые к сожалению препятствовали нормальному току реки и соответственно оказывали влияние на флору фауну которая проживает вокруг этой реки балашиха на самом деле как это ни парадоксально очень зеленый город более трети на нашей территории это на леса это лесопарковые зоны это в том числе национальный парк лосиный остров который находится на территории нашего городского округа и сегодня наша задача конечно сделать все для того чтобы людей была возможность пользоваться этой лесной инфраструктурой пользоваться городскими парками и в этом году в том числе благодаря участию региональных средств нам удалось конечно получить серьезный прорыв по центральному городскому парку это парк пихорка парк который я думаю что сегодня звучит действительно на всю московскую область мы заняли первое место очень интересный проект мы начали его реализацию в сентябре прошлого года специально делали так чтобы провести основные грязные работы в зимний период и уже к лету 2018 года парк полностью открыть на парк получился интересный парк сегодня очень востребован жителями мы считаем у нас есть специальные счетчики которые считают посещение за сентябрь месяц допустим за октябрь у нас посетила их практически двести сорок двести пятьдесят тысяч человек в месяц на зимой парк продолжает жить мы благодаря тому что получили премию от губернатора за лучший парк московской области мы на приобрели на всесезонный такой не всесезонный а каток с искусственным льдом это каток на таких специальных айс матах который позволяет его эксплуатировать даже при плюсовой незначительно плюсовой температуре на сегодня каток открыт здесь оборудован теплый прокат рядом буквально открылась ресторан открылся чих она номер один на вместе с тоже таким известным ресторатором алексеем васильчуком этот проект реализовали и сегодня в том числе в прокате куда люди заходят для того чтобы получить катки или оплатить проход на каток есть небольшой такой корнер где можно взять теплый напиток чай и кофе и соответственно дальше пойти уже кататься на конькер то есть им такое очень интересное место получилось она востребована сюда приходит много молодых людей много семей с детьми которые проводят здесь время конечно пехорка это не единственный наш проект как я уже говорил балашиха крупнейшее муниципальное образование московской области на в этом году помимо пехорки мы благоустроили на две территории в бывших военных городках это набережная вокруг озера в микро заря это такое тоже знаете культовое место нашего города куда на протяжении многих лет приезжают отдыхать купаться жители не только нашего города приезжают и из города москвы и сейчас мы благоустроили территорию сделали интересную набережную сделали зоны для спорта для игр с детьми закончили буквально вот в ноябре месяце я думаю что в следующем году это станет такой тоже одним из излюбленных мест нашего города крупный проект который сейчас реализуем конечно это благоустройство пистовского парка это парка которым очень долго писали и на губернатору это 38 гектар такого леса уже один из брендовых парков таких вот именно если взять городской округ балаши да то есть его действительно его знают он постоянно на слуху но к сожалению долгое время был заброшен мы в начале этого года восстановили благоустройство на и приступили к разработке проекта на проект был разработан нашли инвестора около 300 миллионов рублей это не бюджетные деньги которые мы тратим на благоустройство этого парка и планируем также как и пихорку вот клетом к лету следующего года полностью открыть на я думаю что он станет ну не хуже чем парк пихорка вы же еще пешеходная зона тоже как и везде по всей области развиваются инфраструктуры для того чтобы люди приезжали смогли погулять может быть те кто и живет уже рядом вышли хорошо погуляли вас там заречная улица вот должна обустраивать со следующего года видите как вы хорошо знаете на самом деле на самом деле много конечно на на чем не успеваешь сказать о чем хочется сказать сказать в частности по благоустройству мы разработали вообще комплексную программу долины пихорки это благоустройство территории вот вдоль всей реки это улица заречная которая в следующем году мы приведем в порядок там неплохо парк уже сделан там есть основное благоустройство мы хотим на вдохнуть него новую жизнь это благоустройство на солнечные это на противоположном берегу пихорки от улицы заречной с объем инвестиций порядка 200 миллионов рублей это создание парка в микро районе салтыковка никольско-архангельский никольский парк так называемый который мы тоже благоустроим следующем году у нас есть четкое понимание что во всех микрорайонах города они у нас достаточно разрозненные должны быть созданы такие вот благоустроенные места куда люди могли бы прийти отдыхать поэтому на этой сквер в микрорайоне железнодорожной в районе железнодорожной станции это и сквер в микрорайоне южный это вот все те планы которые мы думаю реализуем в обязательном порядке в 2019 году сейчас еще объявлена акция у нас зима в подмосковье просто немножко давайте я займу чуть-чуть вашего времени вы проанонсировали открытие нового катка замечательного что еще если коротко если коротко то у нас на территории балашихи есть я считаю ближайший к москве горнолыжный курорт лисия гора мы совместно собственником курорта сейчас ведем большую работу по его развитию по созданию здесь комфортной инфраструктуры но уже сегодня можно приехать на территорию лисий горы прокатиться с хороших горок и отдохнуть в целом территорию балашихи уверен что преображаются жители преображаются жители это видят поэтому ждем в том числе в гости и жителей соседних городов и в том числе нашей столице сергей геннадь спасибо гостям открытой студии радио 1 доме правительства московской области был глава городского округа балашиха сергей юров для вас работала ведущая татьяна исакова оставайтесь с нами открытая студия студия радио 1 в красногорске представляет